здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал атмосферное электричество или факты от валерия рассен значит мои подписчики прислали мне ссылку на канал валерия где у него есть интересный ролик на тему атмосферного электричества который я и хочу вам показать значит очень много уже появилась на эту тему роликов всяких разных много кто чего показывает рассказывает даже я было дело отличился пас вложил свои пять копеек как говорится вставил свои пять копеек на эту тему вот так вот мой ролик выглядит значит хочу вам предложить подписаться на канал валерия который не просто собрал интересные факты от атмосферном электричестве а провел свое и интереснейшие ребята расследование и вы посмотрите в этом ролике что он нашел значит я вот тут ему чуть-чуть написал пригласил его на свой канал попросил его показать его на ролик мы сговорились а он значит говорит что скоро будет еще один следующий фильм будет слегка специфическим но тема по моему очень нужная поэтому ребята я вам рекомендую подписывайтесь на его канал смотрите его на и интересные ролики и он и вот этот ролик который я хочу показать объединил я два ролика один сорок пять минут сумерки богов один смотрите и второй ролик пятиминутные купольные генераторы я их объединил в один ролик ну поехали давайте будем смотреть а Субтитры создавал DimaTorzok Город Харьков. Древним городом его не назовешь. В 1656 году отряд русских казаков построил на месте слияния рек Харьков и Лопань деревянную крепость для защиты южных границ московского государства. Это событие и считают датой основания Харькова. Таким образом, Харькову чуть более 360 лет. Сегодня население Харькова приближается к 2 миллионам. Но поначалу Харьков рос довольно медленно. Согласно общедоступным источникам, к началу XIX века в Харькове было около 12 тысяч жителей. А в 1845 году в Харькове насчитали всего 544 кирпичных дома. Все остальные дома были или деревянными, или глинобитными под соломенной крышей. Как ни удивительно, многие из этих домов уцелели по сей день. Я, автор этого фильма, их отыскал. И мы вместе с вами посмотрим, как они выглядят сегодня. Это очень важно для того, чтобы вы могли понять мои последующие выводы. Естественно, эти дома находятся в старой части города. Но сохранились они в стороне от исторического центра. В самом же историческом центре, куда водят туристов, все основательно перестроено в более позднее время. Район Москалевка, улица Москалевская. Сначала я покажу вам вот этот дом. Вероятно, это особняк, либо доходный дом. Построен, видимо, в начале XIX века. Кирпич потемнел, но отличного качества. Обратите внимание на большую площадь остекленной поверхности дома, а также на обилие объемных украшений на стенах. Левая от фасада стена дома перпендикулярно фасадной. Таким образом, угол между этими стенами 90 градусов. Как у всех нормальных домов. Входная дверь одинарная. Теплового тамбура не имеется. Теперь обратите внимание на правую боковую стену. Мы видим, что передний правый угол здания острый. Не более 75 градусов. Таким образом, правая от фасада стена глухая. То есть, не имеет оконных проемов и расположена к фасаду под острым углом. Причем, угловые кирпичи не обточены, а сразу отлиты с нужным углом при формовке и нарезке. Едва увидев эту стену, я сразу насторожился. И понял, что найду еще много таких домов. А вот так здание выглядит изнутри. Хорошо видно, что все стены внутренних помещений построены под разными углами. Вы, наверное, подумали, что такая форма дома случайна. Но нигде не видно никаких причин, побудивших строителей прошлого придать ему такую странную форму. Таких домов мне удалось найти и отснять в Харькове более 240. К некоторым домам мне удалось подобраться для съемки вообще. И, разумеется, я нашел их далеко не все. И на самом деле их гораздо больше. Ну и так, количество найденных домов с острыми или тупыми углами впечатляет. Учитывая, что площадь старого города совсем небольшая. Для удобства будем называть такие дома разноугольными. Конечно, показать все 240 найденных разноугольных, а проще сказать кривобоких, домов в одном фильме немыслимо. Я покажу вам наиболее мне понравившиеся и лучше сохранившиеся. Так как наличие этих домов – один из важных краеугольных камней, на которых будут построены мои для многих шокирующие выводы. Остальные дома с их точными адресами вы сможете посмотреть в отдельном видео на моем канале под названием «Разноугольные дома». Продолжим нашу экскурсию по улице Москалевская. Улица Москалевская, дом номер 2. Обратите внимание, левая сторона дома построена под тупым углом, около 110 градусов. К сожалению, на снимке не очень хорошо видно. Объемный сюжет на фасаде не имеет ничего общего с христианством. Правая сторона дома – вице-двора. Левая сторона дома – вице-двора. Во дворе Москалевская, 6, стоит еще один старый дом. Дом тоже разноугольный. Обратите внимание, один угол тупой, другой острый. Москалевская, 12, тоже разноугольный дом. Обратите внимание, левая от фасада сторона дома расположена под тупым углом, что видно по волнам шифера на крыше соседнего прилегающего дома. Крышу дома, по-видимому, снесло еще во время Великой Отечественной войны. Обратите внимание на большую поверхность остекления разноугольных домов. Как видите, правая от фасада сторона дома расположена под острым углом. Москалевская, 14, тоже разноугольный дом. Москалевская, 22, разноугольный дом. Сохранился очень хорошо. Кирпич очень хорошего качества. Москалевская, 26. Еще один разноугольный дом по Москалевской. Левая стена, как видим, вывернута под тупым углом не менее 120 градусов. Москалевская, 36, тоже разноугольный дом на самом перекрестке. Дом хорошо сохранился. Обратите внимание, высота потолков в квартирах почти 4 метра. Правая стена дома под очень острым углом. Москалевская, 40, тоже разноугольный дом. Что видно по волнам шифера на крыше соседнего дома. Москалевская, 41, тоже разноугольный дом. Задняя сторона дома, несмотря на то, что имеет окна, расположена под острым углом. Москалевская, 42, разноугольный дом. Москалевская, 44. Москалевская, 46 и 48. Москалевская, 52. Этот дом я уже показывал. Москалевская, 58. Правый от фасада угол, острый. Москалевская, 62. Тоже разноугольный дом. Таким образом, мы видим, что некогда четная сторона Москалевской улицы сплошь была застроена разноугольными домами. Остальные дома на этой улице, вероятно, были деревянными или глинобитными и до наших дней не сохранились. Хочу также заметить, что в старых районах города улицы никогда не пересекались под углом 90 градусов. И это, как мы дальше увидим, не случайно. Поэтому все угловые дома на перекрестках получались разноугольными автоматически, так как повторяли геометрию пересекающихся улиц. К сожалению, камера, в отличие от пары человеческих глаз, дает плоскую картинку. Поэтому на снимках и видео трудно понять, насколько углы показываемых домов отличаются от угла 90 градусов. Но по возможности в фильме будут указаны адреса этих домов. И все сомневающиеся могут приехать в город Харьков и во всем убедиться самолично. Кроме того, вы можете поискать такие дома в вашем городе, если вашему городу со дня основания хотя бы не менее двух сотен лет. Среди разноугольных домов вы не найдете двух одинаковых. Видимо, в те времена к строительству подходили более творчески. Кроме того, в конце 18-го, начале 19-го века проекты фасадов всех каменных домов Харькова утверждались аж в самом Санкт-Петербурге. Регламентировался даже цвет окраски этих фасадов. Впрочем, возможно, эти сведения, почерпнутые из общедоступных источников, результат централизованной фальсификации Харьковского градостроительного архива питерскими властями. После того, как пала Московия, она же Московская Тартария, под ударами России и ее европейских союзников. И Харьков тогда перешел в подчинение Санкт-Петербурга. Я предполагаю, что все разноугольные дома были построены не позднее первой половины 19-го века и являются самыми старыми домами города, сохранившимися до наших дней. Таким образом, примерно до второй половины 19-го века в Харькове и, вероятно, во многих населенных пунктах строились разноугольные дома, то есть дома с непараллельными противоположными стенами. Либо все углы их периметра были по 90 градусов, но тогда все стены имели множество оконных и дверных проемов и были обильно украшены выступающими элементами. Чем же вызвана такая странная форма домов? Кому когда-нибудь приходилось сталкиваться со строительством, знает, какие серьезные дополнительные трудности возникают, если периметр строящегося дома имеет разные углы. Это и трудности при устройстве крыш, полов и перекрытий. Значительно усложняется процесс устройства внутренних лестниц. Да и жить в таких домах не слишком удобно, хотя бы в смысле размещения мебели. Ради чего такие сложности? Мой ответ на этот вопрос для кого-то покажется надуманным и даже шокирующим. Дело в том, что по образованию я военный инженер радиоэлектронных средств. И в период моей службы в вооруженных силах мне приходилось иметь дело с радиолокационными станциями различных типов. Поэтому для меня и, вероятно, для моих многих коллег, такой ответ вполне логичен и даже тривиален. Дело в том, что непараллельность противоположных стен замкнутого пространства обеспечивает невозможность возникновения в нем эффекта наложения электромагнитных либо других волн. То есть устраняет возможность возникновения внутри помещения стоячей волны, другими словами, явления резонанса. Или наоборот, устраняет эффект гашения переотразившимися волнами энергии друг друга. Причем такой вариант проектирования дома самый простой, эффективный и надежный способ избежать этих явлений. То есть, если стены помещения параллельны друг другу и расстояние между этими стенами случайно окажется кратным половиной длины приходящей электромагнитной волны, то волны, много раз переотразившись от стен, могут наложиться друг на друга так, что их суммарная амплитуда в отдельных точках пространства многократно возрастет. Это явление и называется электромагнитным резонансом. Также волны, отразившись от стен, могут наложиться друг на друга и в противофазе, что приведет к взаимному поглощению энергии этих волн. Итак, в какой-то исторический период, примерно до второй половины XIX века, все жилые постройки во многих населенных пунктах возводились так, чтобы избежать возникновения внутри помещений явления электромагнитного резонанса и, наоборот, избежать поглощения какими-то неизвестными волнами энергии друг друга. Для чего глухие стены домов, не имевшие дверей и оконных проемов, строились под углом, отличным от 90 градусов. А все другие стены, хотя и строились под углами в 90 градусов, имели достаточно большое количество оконных и дверных проемов, а площадь стен в промежутках между ними заполнялась различными объемными элементами или украшениями. Все эти меры были направлены на то, чтобы избежать нежелательного воздействия внутри помещений какого-то достаточно мощного всепроникающего излучения, например, образование стоящей волны и возникновения электромагнитного резонанса, что могло привести к таким эффектам, как чрезмерное нагревание находящихся внутри предметов, попавших в зону максимальной амплитуды резонирующих волн, вплоть до их воспламенения, или наоборот, чтобы избежать взаимного поглощения энергии этих волн. Непараллельное расположение стен отклоняло волны и противодействовало их наложению в пространстве, а объемные украшения, оконные и дверные проемы на других стенах просто ломали фронт приходящей волны, подобно волнорезам на морских пляжах. В наше время высоких технологий, как мы ошибочно, самонадеянно считаем, источников электромагнитного излучения столько, что все и не учесть. Излучают все. Электрические уличные провода, трамваи, троллейбусы, системы зажигания автомобилей, телевизионные антенны и антенны связи, мобильные телефоны и прочее, вплоть до электромиксеров и утюгов. Но мы же не боимся этого излучения и шлепаем тысячами равноугольные и квадратные коробки муравейники. Здесь возникают резонные вопросы. Во-первых, какого излучения опасались строители прошлого? Во-вторых, что вообще знали строители первой половины 19 века об электромагнитном излучении и о явлении электромагнитного резонанса? Спросите об электромагнитном резонансе современных строителей. Интересно, куда они вас пошлют? Мы подошли к самым важным вопросам, ради которых и был проделан довольно утомительный труд по обследованию вышеуказанных домов. Что же это было за излучение такой высокой мощности? И что было источником этого излучения? Заметим, что все постройки не имели гидроизоляции фундаментов, не имели автономных систем отопления, не имели дверных тамбуров и иных устройств дополнительного теплоосбережения, а также имели большую площадь остекленных оконных проемов и довольно высокие потолки во внутренних помещениях, что говорит о пренебрежении к экономии тепла в холодный период года. Кроме того, дома того времени имеют и другие особенности, что для нас в данном случае не очень важно, но дает некоторое понятие об особенностях жизни того времени. Дело в том, что эти дома не имели водопровода и канализации и не имели лифтов, поэтому они не могли иметь большое количество этажей, так как за любой надобностью приходилось спускаться вниз. По этой же причине часто эти дома имели заглубленные в землю цокольные этажи. Если нецелесообразно строить здание выше, можно достроить его вниз. Таким образом, более рационально использовался отведенный земельный участок. Об освещении этих домов поговорим позже. Итак, что же это было за излучение? Основываясь на фактах, которые мы здесь установили, это должно было быть достаточно мощное монохромное излучение от одного или нескольких источников. То есть, излучаемые волны от каждого источника должны были быть одной фазы и одной частоты. Частота излучения, вероятно, могла самопроизвольно плавать в связи с особенностями работы генератора, либо сознательно регулироваться. Иначе фиксированную частоту можно было бы просто учитывать при строительстве домов, не прибегая к усложнению их формы и планировки. Частота излучения вряд ли могла быть очень высокой, так как это повлекло бы большие потери энергии и резко уменьшило бы его проникающую способность. Наиболее вероятно, что излучение было в дециметровом диапазоне волн и чуть менее вероятно в метровом. То есть вероятные частоты от нескольких герц до нескольких сотен герц. Причем вероятнее второй вариант. Впрочем, это требует серьезного исследования, и я могу ошибаться. А теперь самое интересное. Излучение использовалось для освещения и обогрева домов в зоне действия его источника. Теперь приведем аргументы и доказательства. Все показанные в этом фильме здания постройки до середины 19 века не имели в первоначальном виде автономных систем отопления, котельных, печей и так далее. Центрального парового отопления в те времена быть не могло по причине отсутствия трубной водопроводной сети. В Харькове, например, первая линия водопровода появилась лишь в 1881 году, а первая линия электропередач вообще в 1895 году. Однако мы с вами видели, что показанные в этом фильме здания, как правило, имеют множество больших окон, высокие по нынешним меркам потолки 3,5 метра и более, и хотя и толстые, порой до полутора метров, но безо всякой термоизоляции стены. Также отметим, что в этих домах первоначально отсутствовали теплосберегающие тамбуры на входных дверях, а в парадных стояли одинарные деревянные двери. Кроме того, видимо, за ненадобностью полностью отсутствовала гидроизоляция фундаментов и стен, погруженных частично ниже уровня земли цокольных этажей. Тут же возникает резонный вопрос. А как же грелись жители этих домов долгими холодными зимами? Ведь если вспомнить кадры из художественных фильмов про блистательные балы зимой в огромных ярко освещенных залах, где женщины вроде Наташи Ростовой, оставив лакеем меховые шубы, в роскошных платьях с голыми плечами и без рукавов, танцуют с офицерами в тонких лосинах. Видно, что им вполне тепло и комфортно, не только от принятого алкоголя. Как работало излучение? Дело в том, что действие электромагнитного излучения в различных диапазонах волн на окружающие предметы до сих пор мало изучено. Известно, например, что излучение достаточной мощности в СВЧ-диапазоне быстро разогревает предметы, содержащие воду и металлы. На этом принципе работают наши кухонные микроволновки. А если положить в микроволновку электролампочку накаливания или газонаполненную лампу, они будут светиться. Также известен эффект быстрого разогрева металлов под действием мощного электромагнитного излучения в диапазоне от десятков герц до сотен килогерц. На этом явлении основана работа индукционных печей, индукционных бытовых обогревателей и индукционных комфорах кухонных плит. Другие твердые предметы, такие, например, как камень, кирпич, сухое дерево, бетон и прочие, разогреваются под действием электромагнитного излучения значительно медленнее, чем металлы. Однако при длительном воздействии эффект нагрева этих материалов будет вполне заметен. Таким образом, при наличии длительного воздействия мощного электромагнитного излучения, все предметы, находящиеся в зоне его действия, стены домов, мебель и предметы обстановки в домах, фонарные столбы, колонны и все остальное, вплоть до камней уличных мостовых, будут довольно равномерно нагреваться. При этом в городе в зимний мороз температура даже на улице будет значительно выше, чем за его пределами. Можно, например, согреться на улице, просто прислонившись спиной к теплой каменной стене ближайшего дома. Все предметы под действием вышеуказанного излучения автоматически приобретают, кроме своего прямого назначения, функцию нагревателей. Чем больше нагреваемая площадь, тем теплее в помещении. Вот почему в огромных залах дворцов в того времени устанавливалось множество колонн, устраивались различные ниши и ольковы. Даже мраморные статуи и лепные украшения на стенах и потолках, кроме эстетической функции, несли функцию нагрева помещения. Камины же в то время служили не для обогрева. Согласитесь, что более несуразного и неэффективного устройства для обогрева помещений придумать сложно. Камины использовались для вентиляции и регулировки температуры в помещении. Я когда-то, несколько лет назад, рассматривал в интернете картинки с древними светильниками. Особенно меня заинтересовали вот эти картинки. Теперь их можно отыскать, набрав в поисковике словосочетание «каменные артефакты». Только теперь я понимаю, что это простые переносные комнатные обогреватели прошлого. Как гениально и просто. Обратите внимание, по размерам линз, расположенных на их гранях, можно вычислить точное значение оптимальной длины волны электромагнитного излучения, необходимого для их нагрева. Также мы можем объяснить отсутствие гидроизоляции фундаментов и цокольных этажей, погруженных ниже уровня поверхности грунта. Стены и фундаменты домов под действием излучения в зимний период всегда оставались теплыми и сухими, что исключало их промерзание и вследствие этого постепенное разрушение. На крышах же зданий по этой же причине никогда не образовывались сосульки, что часто угрожает жизни прохожих в наше время. Кроме того, на улицах в зоне излучения после снегопада не образовывались сугробы, а вода в лужах на морозе не превращалась в лед. Вспомните узкие кривые мощеные улочки в средневековых городах. Близкое расположение домов с теплыми стенами позволяло поддерживать на этих улочках зимой комфортную температуру. Теперь об освещении. Известно, что под действием электромагнитного излучения инертные газы, все металлы, используются только металлы с высокой температурой плавления, и некоторые другие вещества начинают светиться. Это явление используется в современных газонаполненных лампах и лампах накаливания. Поэтому на танцующие пары в огромных залах начала 19 века не лился потоками расплавленный воск свечей, а народ в домах не мыхался при лучинах долгими зимними вечерами. Всем было светло и тепло и в городах, и в селах. Так что электрические лампочки существовали задолго до Эдисона. Что служило источниками вышеуказанного электромагнитного излучения? На роль источников излучения более всего подходят здания церквей. Должен отметить, что это не моя идея. Впервые о первоначальном назначении церковных и храмовых сооружений для выработки электроэнергии я услышал от питерского исследователя Игоря Гусева. В видеосюжете, где он рассказывает об Исаакиевском соборе, Александрийской колонне и других сооружениях Санкт-Петербурга. Но наиболее убедительным мне показалось весьма основательное исследование старых храмов России, проведенное Артемом Войтенковым в серии фильмов «Церковный генератор». Также очень интересен его фильм о Московском историческом музее. Теперь нам уже ясно, почему в этом здании изначально не предусматривались теплосберегающие тамбуры на входах. Вероятно, здание музея построено на фундаменте дохристианского ведического здания, причем сохранился даже пол с уникальной мозаикой. Итак, идя по стопам Игоря Гусева и Артема Войтенкова, я тоже склоняюсь к версии, что излучателями являлись здания храмов, либо излучатели находились в них. Артем Войтенков уже привел к этому выводу веские аргументы. Остается только прибавить кое-что с точки зрения радиоинженера. Во-первых, в городах храмы располагались, как правило, на возвышенностях равномерно, чтобы по возможности покрыть излучением всю площадь, занимаемую городом. Во-вторых, сердце энергетической установки, генерирующей мощный поток электромагнитной энергии, по-видимому, находилось под главным куполом храма и, возможно, под малыми куполами. То, что сегодня считается колокольный, колоколов, естественно, не имело, а являлось излучателем, представляющим собой прямоугольный волновод с квадратным регулярным сечением. По форме и размерам этого волновода, а также по его исполнению и внутренней отделке, можно судить о некоторых особенностях и диабазоне излучаемых волн. Судя по внутренним размерам башни и отсутствию какой-либо отделки кирпичных стен, можно предположить, что имело место когерентное излучение метрового или дециметрового диапазона. При более высокой частоте были бы значительные потери энергии на внутренней поверхности грубо сложенных кирпичных стен башни волновода. Полярность излучаемых волн вообще не имела значения. Впрочем, пока это просто догадки, и все может быть не так. Однако очевидно, что сами генераторы были бестопливными, то есть работали на свободной энергии. Этот вывод можно сделать из следующих соображений. Во-первых, при работе генераторов не очень-то считались с потерями энергии, если судить по грубой отделке внутренних энергопроводящих поверхностей. Во-вторых, пользователи также не экономили энергию, судя по особенностям построек того времени, о которых я уже говорил. И в-третьих, в окрестностях храмов электростанций нет следов обширных площадок для складирования топлива и отработанных шлаков. Посмотрите на территорию современных тепловых электростанций. Даже атомные электростанции имеют большие водоемы для отстоя воды, используемые для охлаждения реакторов. Очень интересные идеи по устройству храмов электростанций высказаны автором Сибвет на информационном ресурсе Life Journal в статье «Использование атмосферного электричества в прошлом», которую нашел и прокомментировал блогер Валерий на сайте YouTube. Правда, в этой статье речь идет не об атмосферном электричестве, а об использовании разности потенциалов слоев эфира околоземного пространства. Но об этом в следующей части фильма. Взгляните на фото только что отреставрированного храма на Киевском Подоле. Не правда ли, это скорее похоже на технологическое здание, а не на культовое сооружение. А так изначально выглядел знаменитый Киевский Софийский собор. А так он выглядел в какой-то неизвестный период. А так он выглядит теперь, после реставрации и перестройки в конце XIX века. Хорошо видно, что ему полностью изменили внешний вид, надстроив несуразные большие купола. вероятны для того, чтобы скрыть его первоначальное предназначение. А теперь еще раз посмотрим на углы ранее рассмотренных домов. Вам это ничего не напоминает? А посмотрите теперь вот на это. Да, это так называемые города-звезды, которые существовали когда-то повсеместно, по всей планете. Теперь у нас есть вполне аргументированная версия, зачем нужны такие толстые каменные стены, на постройку которых ушло кирпича больше, чем на постройку зданий внутри этих стен. И так, я предполагаю, что мощные стены выполняли сразу несколько функций. Кстати, в прежние времена все, что не создавалось, по возможности выполняло несколько функций, что говорит о мудрости и глубоких знаниях законов природы нашими предками. И так, первая функция стен – оборонительная. Вторая – защита от ударов стихии, ураганов, наводнений и так далее. И, наконец, самая важная для нас функция – сбережение равномерного и распределение энергии, действующих внутри периметра стен излучателей, дающих свет, тепло и энергию для различных электрических машин. Энергия излучателей частично поглощалась стенами, отчего они давали тепло в холодное время года, а частично отражалась обратно во внутреннее пространство звезды, а за пределы стен почти не проникало, что давало возможность более полно использовать эту энергию. А звездная форма стен позволяла более равномерно распределять энергию за счет многократного переотражения. Таким образом, города-звезды – это города повышенной комфортности прошлого. Вероятно, жить в таком городе считалось не только удобно, но и престижно. также можно предположить, что энергия вышеуказанных генераторов использовалась для обжига кирпича, что позволяло производить его в большом количестве без затрат на топливо для обжига и очень высокого качества, недоступного современным методам обжига, то есть дешево и отличного качества. Вот и ответ Артему Войтенкову на вопрос, каким образом доставлялся кирпич для постройки в глухих селах массивных зданий храмов. Кирпич делался прямо на месте, привозилась только глина с ближайшего места ее залегания. Что же произошло? Как так случилось, что мы забыли технологии, перед которыми все, что мы делаем сегодня, выглядит как муравийная возня? Ведь наличие генераторов свободной энергии в недавнем прошлом предполагает совершенно другой уровень знаний, совершенно другую науку и совершенно другое мировоззрение. С точки зрения современной академической науки существование таких технологий вообще невозможно. Перед нами не только факт, перед нами неопровержимая улика, вещдок, как говорят криминалисты. Налицо явный подлог нашей истории и наших научных знаний. Наличие таких технологий полностью перечеркивает официальную историю нашей цивилизации вплоть до сегодняшнего дня. Ведь из всего сказанного следует, что силы, заинтересованные в сокрытии и фальсификации нашей истории и наших технологий, существуют и активно действуют на нашей планете и сегодня. Отныне мы не можем доверять ни историческим фактам в кавычках, ни исторической хронологии, сфальсифицировано, искажено или просто выдумано все. Выдающиеся современные исследователи истории Фоменко и Носовский проделали титаническую работу, но и они не поняли, что сфальсифицированы даже те источники, на которые они опирались. Как и когда произошла чудовищная фальсификация? В понимании этого вопроса, на мой взгляд, дальше всех продвинулся российский исследователь истории Алексей Кунгуров и его соратники. Таким образом, их версия об историческом подлоге и недавнем разгроме нашей цивилизации получила еще одно вещественное доказательство. И это доказательство настолько неопровержимо, что его нельзя списать на какую-либо природную катастрофу. Ясно, что в 19 веке технологии свободной энергии были уничтожены повсеместно, сознательно, и в сознание наших предков были насильственно внедрены подложные знания, подложная история и подложная же культура. Почему мы об этом ничего не знаем? Почему об этом не знали наши родители, наши дедушки и бабушки? Каким образом был осуществлен разрыв исторической памяти почти всего человечества? Если сопоставить факты, то вырисовывается следующая картина. Во-первых, нам, народом всей планеты, был устроен чудовищный по масштабам геноцид. Что это было, установить трудно, но необходимо. Дело в том, что средняя продолжительность жизни жителей России в конце XIX века составляла 27-30 лет, а в Европе на пару лет больше. Вероятно, и в других странах обстановка была не лучше. Очень серьезную разработку этой темы провел российский исследователь Андрей Купцов, написавший много уникальных книг по истории. Во-вторых, явно было применено мощное оружие большой разрушительной силы, о чем свидетельствуют многочисленные воронки на местах расположения населенных пунктов того времени. Наличие следов бомбардировок и других следов применения оружия массового поражения в XIX веке убедительно доказал Алексей Кунгуров и его соратники. Все их материалы по этим исследованиям можно найти на сайте YouTube. В-третьих, была проведена тщательная зачистка всех письменных и материальных свидетельств настоящей истории нашей цивилизации. Почему же те, кто защищал, так неосмотрительно оставили улики, разноугольные дома? Да очень просто. Как говорят в народе, жаба задавила. Одно дело сжечь рукописи, уничтожить генераторы, предназначенные для всеобщего пользования. Другое дело уничтожить недвижимость, приносящую приличный доход. Ведь в основном все рассмотренные нами здания были в те времена доходными домами. Вот здесь-то что называется и торчат уши того, кто занимался зачисткой. Для чего уничтожали генераторы, дававшие людям энергию, свет и тепло, бесплатно и в любом количестве? Конечно, для того, чтобы заставить нас за все это платить, чтобы заставить нас работать за копейку и загнать нас в рабство. Ну что, у вас еще не всплыл в сознании образ поработителя? Мы живем в мире, состоящем из сплошной энергии, но страдаем от ее недостатка и вынуждены ежедневно работать, чтобы ее покупать. Это все равно, что сидеть на дне озера и страдать от жажды. Мы платим за все. На планете, где площадь океанов составляет 71% всей поверхности, мы платим за воду. Мы платим за землю, то есть за кусок поверхности планеты, которая и так нам принадлежит по праву рождения. Платим за собранный урожай, за пойманную рыбу, за собственный дом, даже если он построен своими руками. Каждый из нас обречен работать всю свою сознательную жизнь, чтобы обеспечить себя и свою семью всем необходимым для существования. Каждое утро большинство из нас, хотим ли мы этого или нет, встает с постели и идет работать до самого вечера. А наши правители с гордостью рапортуют нам, когда создают новые рабочие места. Мы что, муравьи? Вся планета превращена в огромный концлагерь, где каждый, выучившись предварительно или нет, вкалывает всю жизнь за грязные нарезанные бумажки. Но ведь природа нам все дает бесплатно. Кто же наслал на нас затмение, чтобы мы разучились брать то, что нам природа уже дала. Вместо того, чтобы заниматься творческим созиданием, мы тратим свою жизнь, пополняя мусорные свалки, произведенным нами хламом ради куска хлеба. Кому это выгодно? Мы в большой беде. Не думаете же вы, что тот, кто все это проделал над нами, устроил геноцид, разбомбил все наши города, лишил нас наших знаний и превратил нас в рабов, исходил из добрых побуждений. А ведь они, наши поработители, особенно и не скрываются. Демократию вот что устанавливают они ложью, хитростью и силой по всей планете. Между тем само слово демократия и означает в переводе с греческого языка власть рабовладельцев. О том, что означает греческое слово демос, очень хорошо описано в книге Перикл из серии «Жизнь замечательных людей». Раб, который не знает, что он раб, раб вдвойне. В наше время все больше и больше людей стряхивают в себя морок, наведенный на наш разум. Я призываю всех очнувшихся включаться в борьбу за освобождение человечества. И первое, что мы должны сделать, это воссоздать генераторы свободной энергии. Этим мы сразу выбьем экономическую основу власти рабовладельцев, вернем себе свободу и надежду на будущее. космонавтики. следующей части фильма я вступаю в борьбу с фальсификацией науки и расскажу, где найти настоящее знание о мире, который нас окружает, а также раскрою некоторые принципы построения генератора свободной энергии и антигравитационного двигателя, необходимого для развития настоящей космонавтики. КОНЕЦ В первой части фильма Сумерки Богов я уже рассказывал вам о том, что все здания храмов и церквей, построенные по крайней мере до конца первой половины 19 века, изначально имели генераторы свободной энергии. Оказывается, во многих этих зданиях, сохранившихся до наших дней, некоторые части этих генераторов уцелели. И эти части купола с антеннами, либо их остатки. О том, что купол является важнейшей частью храмового генератора свободной энергии и о его устройстве и работе я подробно расскажу в отдельном фильме. Сейчас же просто скажу, что без купола с антенной генерация установки такого типа просто невозможно. Поэтому я и назвал для себя подобные установки купольными генераторами. Ну, а теперь кое-что новенькое. Оказывается, купольные генераторы устанавливались не только в храмовых и церковных зданиях, но и в других городских сооружениях, а также, вероятно, на зданиях производственных цехов, муниципальных учреждений и прочих объектов. Существовали даже купольные генераторы, так сказать, индивидуального пользования, энергию которых потребляли только жители отдельных особняков или доходных домов. Тот факт, что это именно генераторы, подтверждает наличие антенн характерной формы, а также бросающиеся в глаза сомнительная эстетическая и практическая целесообразность установки куполов на крышах большинства этих домов, ведь купол довольно сложная и дорогостоящая архитектурная деталь. Сразу приходит на ум выражение «обеспеченные люди» или «беспечные люди», то есть люди настолько состоятельные, что имеют свой собственный источник свободной энергии и могут даже обходиться без печки. Однако, исследуя сохранившиеся дома Харькова с остатками купольных генераторов, я обнаружил еще одно зримое вещественное доказательство факта фальсификации истории и насильственного лишения нас технологий в создании бестопливных источников энергии. Оказывается, многие купола и сегодня вполне работоспособны при наличии остальных необходимых деталей генератора, о которых я расскажу в отдельном фильме, но сейчас разговор не об этом. Посмотрите вот на это вот кольцо, надетое на купол и уродующее его внешний вид. Или вот эти кольца. Вы думаете, они для красоты? Они просто намертво блокируют работу куполов. Каким образом, я расскажу при описании работы купольного генератора. А посмотрите вот на эту цепочку. Вы думаете, ее накинули просто так? Она не только блокирует купол, но и закорачивает антенну. Перед вами прямо на самом видном месте результат деятельности тех, кто лишил нас технологий и превратил нас в рабов и доказательство того, что наши враги втайне от нас действуют до сих пор. Просто невероятно, что эта цепочка провисела здесь как минимум 150 лет. Присмотритесь, кажется, что она просто случайно небрежно кем-то накинута. Однако мы видим, что она именно завязана вокруг части купола, а другим концом как-то очень уж удачно коротит антенну. Наш враг не дремлет. Он беспощаден, циничен и значительно превосходит нас в технологиях. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ